Небольшое получение из беседы святителя Анастаса Усова. Евангелие от Матвея, 16 глава. Ибо кто хочет идти за мной, ответнись в себя, возьми крест свой и следуй за мною. Я не заставляю, не принуждаю, но представляю это собственной воле каждого. Поэтому я говорю, если кто хочет, я приглашаю на доброе дело, а не на злое и тягостное. Не на казнь и мучение, к чему мне нужно было бы принуждать. Дело само по себе таково, что может вас привлечь. Говоря таким образом, Христос только сильнее привлекал к следованию за ним. Тот, кто принуждает, часто отвращает, а кто предоставляет слушателю свободу, скорее привлекает. Кроткое обращение, действеннее принуждение. Потому Христос и сказал, если кто хочет, великите благо, говорит Он, которое я вам даю, таковы, что к ним вы охотно будете стремиться. Кто дает золото и предлагает сокровища, тот не станет употреблять насилие. Если же при этих благах не нужно насилие, то тем более оно нужно при благах небесных. Если свойство самого блага не побуждает тебя стремиться к нему, то ты не достоин и получить его. Если же и получишь, то не будешь знать цены полученного. Поэтому-то Христос не принуждает, но снисходительно увещевает нас. Если кто хочет, идти за Мною. Отвекающийся другого, например, брата или раба, или кого иного, хотя бы и видел, что его бьют, или вяжут, или ведут на казнь, или, как иначе, мучают, не заступаются, не защищают, не соболезнуют, не принимают в нем никакого участия, как бы он был совершенному чужой. Так точно и Христос желает, чтобы мы не жалели своего тела, бьют ли, гонят ли, жгут ли, или другое, что делают. Не жалей себя. И это то самое и значит жалеть себя. И отцы тогда жалеют детей своих, когда, припоручая их учителям, приказывают не щадить их. Так и Христос. Он не сказал, пусть не жалеет самого себя, но что гораздо сильнее, пусть отвергается себя. То есть пусть не имеет ничего общего с самим собою. А пусть обрекает себя на опасности, на подвиги, и их переносит так, как бы тот терпел другой кто-либо. Христос не сказал, да отречется, но пусть отвергнется небольшим этим прибавлением, предавая большую силу словам своим, так как последнее гораздо выразительнее первого. И возьми крест свой. Это следует из первого. Чтобы ты не подумал, что отвергаясь самого себя, должен переносить словесное только оскорбление и укоризм. Он назначает предел, до которого должно простираться самоотвержение, именно смерть и смерть поносную. Поэтому не сказал он, пусть отвергнется себя, даже до смерти, но возьмет крест свой. Разумея поносную смерть и действие не раз или два раза, но целую жизнь совершаемую беспрестанно, говорит он, имей пред глазами смерть и каждый день будь готов на заклание. И следуй за мной, так как иной и страдая, не последует ему, когда страдает не за него. И разбойники, например, и расхитители, и гробниц, и чередеи терпят много тяжких мучений. То, чтобы ты не подумал, что довольны самих бедствий, отчего бы они ни происходили, он присвокупляет, какая должна быть причина бедствия, какая же. Что не делаешь, не терпишь, последуй Христу, все за Него претерпевай и соблюдай прочие добродетели. В словах, следуй за мной, заключается и то, что ты, оказывая не только мужество в бедствиях, но и целомудрия, и кротость, и всякую добродетель. То есть, значит, последовать Ему, как должно, чтобы стараться о всякой другой добродетели и все за Него терпеть. Аминь. Сейчас мы совершим молитву о учащихся. Попросим у Господа богословения, чтобы Господь дал им...